всем привет сегодня мы решили сделать на быструю руку чебуреки поэтому я уже купила готовое тесто дабы не тратить время на приготовление теста мы сегодня сделаем чебуреки с двумя начинками здесь я уже подготовила фарш из свиной корейки я добавила туда лук также все перемолола свинину лучок а добавила соль перед ну как обычно все готовят фарш ничего нового здесь не придумал и здесь натерла сыр с чесночком дальше я вам уже по делу расскажу значит берем уже готовое тесто с готовым тестом очень легко быстренько накладываем бутылку начиночку слишком много слишком много и мало не нужно нужно такая золотая серединочка я думаю что будет достаточно теперь берем водичку и вот так вот намазываем края это для того чтобы нам тесто слепить края слив чтобы края слепились все обмазываем теперь аккуратненько мы слепляем прижимаем есть вот такой вот рифленый ножичек показать я вот так вот рифленый ножичком так вот краешек обрезаю и тогда он хорошо прижимается и красивенько обрезается и вот у нас получился красивенький чебурек так укладываем на тарелочку пока теперь я хочу вам показать начинку для чебурека сыра я да будет два вида я предварительно натерла сыр у меня обычный тильзитер можно взять сулугуни сулугуни у меня сегодня не было я взяла обычный тильзитер и натерла сюда чесночок кто не хочет чесноком можно без чесночка я еще нарезала лучок зеленый вот так же можно сюда добавить и петрушечки и укропа кто не хочет можете не добавлять но мы ее зеленушечку очень любим тем более это с нашего огорода так теперь берем обычный майонез добавляем сюда майонез все это мы перемешиваем соль я уже не добавляю потому что и сам сыр соленый и майонез можно еще добавить немножечко так и перемешиваем я думаю что будет очень вкусно перемешали теперь нам нужно взять муки и немножечко прям добавить муки сюда это для того чтобы нам стабилизировать сыр потому что сыр начнет плавиться чтобы он немножечко загустел сыр нам нужно добавить я делаю на глаз даже если честно не взвесила сколько грамм сыра я натерла поэтому делайте на глаз чтобы вот эта вот консистенция была такая кашицей видите он не густой такой вот кашицей начинка у нас с сыром готова сейчас я возьму еще ложечку так также берем тесто накладываем сыр с сыром будьте аккуратнее потому что он все-таки начнет плавиться поэтому сильно много не кладите мне кажется достаточно да я тоже думаю что достаточно так нам нужно намазать водичкой края сильно много водой тоже не намажьте потому что иначе у вас тесто поплывет чтобы просто оно было влажно и начинаем вот так вот лепить не бойтесь оно по любому слепится потому что сейчас тесто оно видите уже такое мягкое податливое и вдобавок мы еще проходимся ножичком вот так вот так вот мы немножечко приминаем края видите края все слепились у нас у нас ничего не поплывет и вот наш красивый аккуратный чебуречек посмотрите это с мясом это сыр с зеленью на скорую руку быстро фарш даже можете готовый фарш купить это просто у меня была корейка свиная я решила сама из нее сделать фарш быстренько натерли сыр вот вам два вида уже чебурека так и все аналогично мы дальше продолжаем пока у нас готовятся чебуреки хотела вам рассказать один лайфхак который мне помог я не помню кто мне рассказывал в общем как долго сохранить зелень в холодильнике потому что обычно зелень в холодильнике хранится ну я не знаю наверное 2-3 дня и она уже вянет вот берем обычное хлопковое полотенечко я заранее промыла всю зеленушечку промыли зеленушечку вот так вот легонечко намачиваем полотенечко вот так вот всю зеленушечку полотенечко вот так вот мы заворачиваем конвертиком да и убираем вот так вот в холодильник таким образом у вас зелень будет храниться до двух недель только периодически посматривать если полотенце у вас высохло то опять же таки нужно будет намочить это вот у нас мята с огорода видите она уже немножечко подвела потому что я ее помыла и она у меня где-то минут 30 лежала просто и сейчас мы вот так вот намочим полотенечко уберем в холодильник где-нибудь буквально через 30 минут я достану она будет уже вся живая опять ничего вялого не будет у нас и мята у меня будет храниться 2-3 недели вот у меня с прошлого раза у меня хранилось где-то недели две две с половиной ну в общем мы быстрее съедаем у меня не хранится это долго но две недели спокойно я зеленушку храню в таком вот свежем виде поэтому это вот такой лайфхак вам который я узнала и который действительно помогает и это очень спасает потому что зелень мы кушаем много по чуть-чуть покупать каждый день бегать в магазин особо не хочется а так ты купил или с огорода ты нарвал и ты две-три недели ты спокойно это все хранишь вот такой вот лайфхак и вот такая вот красота у нас получилась все-таки Антон попросил ему пожарить я себе сделала несколько штучек в духовке а ему пожарила он любит больше жареное ну а мне масло нельзя поэтому я себе сделала в духовочке вот такие вот у нас с сыром получились это вот получились с мясом мне очень нравится красивые аккуратненькие и главное то что быстро на скорую руку тесто готовое купили начиночку быстренько подготовили все слепили пожарили очень быстро это я всего лишь приготовила ну час я потратила вместе и то потому что фарш я готовила сама вот так что всем огромное спасибо за просмотр приятного аппетита спасибо спасибо